здрасте добрый день ташкент узбекистан вас при этом маленького салон вот значок смотрю что у вас за страна вы откуда румыния румыния понял румынии респект как у вас там румынии да не все нормально я здесь так так скажем между контрактами по работе просто зависая понятно сами откуда есть не секрет измаил измаил это насколько я помню украину правильно бессарабия сейчас является самым южным городом украины понятно о чем беседуете здесь вот только что интересный собеседник был теорию такую что чем все это закончится вернет вернется все в рамке в границе 1891 года вся империя социалистича социалистическая империя вернется в рамки 1891 он невозможно если сохраним информацию о том чтобы было понятно но я вот как бы стараюсь сейчас обходить уже темы из битая за музыки о вечном вечном давайте поговорим о вечном как там было забыл что-то была мысль плевать все-таки возраст были вылетела мысль хорошего когда вы мне сказали давайте поговорим о вечном а музыки выйдем но это в бой до старики помните когда быков говорил музыка вечно вы музыка вечно а еще помните в этом фильме берегись автомобиля не пора ли нам взяться за нашего говорит вильяма вильяма нашего шекспира да я стараюсь как вы знаете о чем говорить я говорю за просто про жизнь просто просто вспоминать что было поговорить о том что как вы живете вот вы сейчас говорите вы в румынии ездите по работе туда вот это интересно блин то что происходит в мире но это уже набило раскоменную уже тяжело об этом уже просто даже тяжело говорить об этом и вот этот весь ок я извиняюсь за выражение срач вокруг этой темы он уже немножко блин до нас национализм расцвел бойным цветом ну да к сожалению сожалению к сожалению как это это же не моей не я придумал было было выражение что когда вырастает поколение которое забыла войну значить грядет новое страшно я сами там но мы где-то за близко наверно по возрасту очень близко друг другу я 58 года рождения я чуть моложе как позовут кстати александр александр тезки самое интересное у меня зовут по искандер но у меня тоже называют везде искандар потому что я часто в арабских странах давай а в крещении александр я крещеный ну как сказать татарин да татарин в большей большей частью татарина так метис переживаю за за сына переживаю за внуков вот это вот беспокойство определенное доставляет переживаю не только за своих детей и за своих внуков за вообще за маму поколение вот это молодое что что их ждет потому что то что происходит ну особенно возмущает то что вот как это так называемые европейские ценности но мы выросли в то время когда ну вот это вот лгбт вот это вот боли ну я не знаю я это не воспринимаю от слова совсем мне плохо становится когда я просто слышу или вижу вот эти вот парады блин ну блин я все понимаю но мы мы же взрослые трезвые люди но это же больные люди согласитесь больные люди ну болен хорошо но запросит и в своей квартире занимайся тяжелем хочешь ну когда ты выходишь на на улице если уж родился мужчины ну одевайтесь и ты как мужчинам это же отвратительно еще блин больше всего я возмущаюсь тому что какой-то человек нашего возраста ну сколько этих кадров есть выходит там в мини юбочки блин стринга на каблуках и идет по городу со спокойной душой блин я этого никогда не пойму блин а то что начинают насаждать вот эту всю культуру с детских садов и в школах но не знаю может быть я консерватор может быть я чего-то не понимаю может быть я к старости забронзовел и отупел но я этого не успею но хотя вот мой сын но молодой молот 37 лет ему вот 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 недавно мы отпраздновали он точно также относится к этому поэтому так вот это запугает и пугает еще что сейчас просто на какой-то грани такой что не дай бог что все все это взорвется умрем счастливыми и здоровыми все в один день до с улыбками на лице на лицах машем и машем быть машем и улыбаемся машем и улыбаемся давайте поговорим о музыке какую музыку вы предпочитаете мышцы одно поколение я вам расскажу свои начинал музыку собирать потому что отец работал военным моряком связистом радистом на проход на корабля и у него по работе был большой бобинный магнитофон и он собирал высоцкого вот я начинал тоже бобинами с бобин этих больших восьми миллиметровых лент этих словно помню 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 у меня тоже был магнитофон были арбит а первая орбита был потом но то потом еще какая-то юпитер потом сатурн все выше выше классом потом все таки когда нашел диски собирать виниловые там тоже аппаратура высшего класса тогда была хорошая советская я помню у меня был бобинный магнитофон помните класс как делился класс магнитофонов 00 какая-то вот у меня был он был была электроника 001 помните такой грамма громадным вертикального у меня романтика было а у меня было значит казанского производства агидель назывался он агидель 001 ох блин он и главное он был уже и в эту сторону можно было слушать переключался самый и покрутил бобину в обратную сторону этот вертушка была арктур помните да тоже 001 сейчас помню усилитель вот сейчас помню потому что по брик одессе и корвет брик еще был тоже высшего класса и с 90 колонки двое одно поколение я недавно свои 90 только отдал на перемотку потому что динамики да по посохли посох и спалят до высоцки в минутам я до сих пор мне пионеровские колонки такие нормально они в два раза меньше но звук качают такой же вот похвастаюсь вы сейчас сразу поймете что да здесь действительно попас наше поколение музыку я слушаю дело в том что внуки живут со мной двое внуков и громко музыку ты не послушаешь теперь как раньше мы привыкали слушать вас 90 весну я слушаю вот с этим маршал я дал деду а сейчас себе взял сейчас я покажу даже не делать куда же их дело только что ж были рядышко и знаете довольно таки годный контент беспроводные сюда можно и карту памяти оставить не здесь и приемник и к телефону можно все что-то все 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 в одном стакане великолепные уши отлично ну вот видите два старых рокера встретились беломаном вот это вот интересная беседа потому что когда мне в начале разговора вот я сейчас эту рулетку очень зауважал потому что сейчас в основном здесь сидят такие адекватные люди с которыми можно спокойный разговор просто раз поговорить за жизнь саш ну вот единственное что сразу скажу у меня есть свой канал нет вы сейчас не на стриме в рулетке я не стримлю от слова совсем я стримлю но стримлю знаете каким образом я прям беру телефон у меня есть стабилизатор я хожу по ташкенту знакомлю людей с ташкентом с достопримечательностями и ездили уже в самарканд ездили в бухару сейчас собираемся в хиву поехать в ургенч у меня контент travel и еще знакомлю с узбекской кухней готовлю прям это прямой прямой репортаж не ролик я делаю а прямой репортаж и вот мне мои подписчики сказали меня так то меня искандер зовут в интернет просторах интернета меня знают как баба я баба баба это статус мой баба это дедушка я знаю что так что вы можете подписаться на мой канал посмотрите погуляете на ю тубе да я скорее всего что я вас видел серьезно да я тоже занимаюсь и кухней своей я родился в грузии и убили вот все у меня уже полный рот слюнея как вспомню грузинскую кухню с грузинскими винами но это же блин что то с чем бабушка делала вино и помогал собирать виноград с ежевикой она делала с ежевикой перемешку 50 на 50 ежевики добавляла еще туда бузину бузину да для цвета черного побольше сахара и вкуснее вина я тогда не пробовали вот мне исполнилось когда я после армии последний раз крайний раз у нее был когда наша живая была приезжал в поте она еще там было до войны вот тогда мы с женой тогда приезжали я уже женился в то время из армии когда вернулся возил ее туда вот мне в жизни не повезло в грузии не был ни разу хотя очень мечтал у меня покой покойный отец ездил по работе после даже после войны уже часто там бывал я моряк и в поте и в батуми сейчас частенько заходили не то уже грузия конечно я думаю что восстановится я найдем и моисея для всех этих неверных которые стринге носят пусть он их поводит в гренландии где-то нет 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 мы вы супругой на это вот на эту тему тоже частенько разговариваем то есть всплывает эта тема в разговорах она тоже к этому относится прямо как крайне негативно и она всегда говорит вот у нас кончается тем что я говорю ты знаешь я говорю жду когда уже начнется садом и горов гамора 2 ну вот идет к этому это же блин вообще это же противоестественно все мне в этом отношении вот как раз вот сам интересно что у меня нейтральное отношение к к правительствам в том числе америке как своему тоже почему потому что но есть же пословица народ достоин от тех правителей которые которых они выбрали а мне понравилось выражение трампа когда он со сцены говорил бы есть говорить всего два гендера мужчина и женщина и что там выдумывать еще были но боль больных надо лечить и все а если ты болен так что неизлечим но делай это в закрытых дверях живи свой свой я не осуждаю их нет но и не поддерживаю то что они выходят на улице и начинает махать я ваши слова дай бог что появился тот моисей который их уведет куда-нибудь да 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 хорошо хорошо вы подняли мне настроение супер спасибо большое сразу предупреждаю потому что я это молодой стример что называется такими вот если вы видели мой канал то вы заметили что у меня уже начали появляться ролики вот такие беседы не 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 а политики я вас видел еще с 1 армянин тоже дедушка который там делать мясо на этом самом ангале армянин а да 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 но я вот сейчас не вспомнил его о но он он хорош я дед какой-то там да 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 саш я с вашего позволения если можно но просто хороший разговор же я сразу предупрежу я записываю если вы мне если вы мне разрешите я это выложу только с вашего разрешения на нарежьте только вы решили когда я уходил из экрана а чё а чё ну не ради бог посмотрят нормально чистая стена хороший позитивный разговор вот это вот это я вот и вот а нас последние вот где-то года два потряхивала здесь здорово смысле потряхивала землетрясения до когда в турции было там в карпатах несколько раз было даже я чувствую вот моряк сам по жизни да и любое даже вибрация какая-то я как как змея чувствую вот в этом вот еще одна черта раз который в котором мы с вами похожи у меня у меня это проект появилась ну то есть это наверное все таки отложилась на в подсознании мне было восемь лет когда было ташкентское землетрясение я его пережил и я его помню очень хорошо это я помню вот сам сама 26 апреля это было рано утром поэтому я не помню я помню что подбежал покойный отец хватил меня на руки и мы убежали выбежали на улицу а вот 9 мая 66 года очень хорошо помню почему помню потому что это день рождения моего покойного старшего брата было мы сидели в зале смотрели телевизор тогда еще черно-белый если вы помните было такое знамя такой телевизор не помню не помните у нас не у нас неман был вот и показываю смотрим там значит показывают в честь 9 мая какие достижения у советского союза после войны 66 год это там сколько 21 год прошло и показывают запуск ракеты с гагарином там говорят 5 4 3 2 1 он сказал один пуск не сказал и в это время в ташкенте на чего это бы это был толчок 9 мая этой был не автошок но понятно 26 апреля 9 мая какой это был новый толчок и он был по он был сильнее чем был 26 просто уже рушится было нечему ну вот видите так то время весь союз от строил ташкент у нас до сих пор есть дома на которых написано украина ташкенту ташкенту от белоруссии москва киргизские дома есть то есть блин отстраивали вас с тех пор конечно совсем сильно сильно сейчас сейчас ташкент изменился и вообще радикально тот кто не был в ташкенте предположим лет 10-15 приехав в ташкент его он его не узнает некоторые моменты конечно даже жалко потому что пропали нету вот этих вот среднеазиатских улочек вот этих вот лабиринтов снесли обидно это все-таки интересный ну каждый каждый каждая страна у каждой страны есть свои какие-то жемчужины которые вот посмотреть я я много где был но еще больше где не был я с удовольствием тоже приехал вот вы вы сказали про грузию я бы хотел я бы очень хотел увидеть баку потому что многие люди не рассказывали что бог баку там с пошли другим путем там старый город сохранили вот те те улочки где снимался помните этот бриллиантовая рука это это когда это за классика вот эти заколочки эти лабиринты у нас . очень похожие были такие я по стамбулу гулял там очень много похожих мест тоже именно древних старых такие а еще вот у нас супруга мечта такая ну я не знаю если получится в этой жизни не получится не знаю мы мечтаем попасть в иорданию в петре вот это просто прям не знаю я так хочу это увидеть потому что но мне настолько это интересно у меня просто получился что отец у меня был покойный архитектор супруга тоже по образованию архитектора вот такие вещи это что-то с чем-то для меня я помню мне отец все рассказывал он говорит вот сынок мы с тобой обязательно поедем я тебе покажу в то время он назывался в ленинград мне его про него рассказывал рассказ и не не случилось не судьба была поехать нам вместе с отцом в 80 году ушел вот в августе месяце будет уже 43 года как его нету и уже по прошествии большого количества времени по работе я начал ездить в ленинград когда я первый раз попал на невский проспект я просто шел у меня в голове звучал голос отца он я попал как в хрестоматию какую-то я каждое здание не видя его ни разу в жизни я я узнавал его и вспоминал что мне про него рассказывал отец вот этот красивейший город сейчас люди говорят общаясь с людьми с санкт-петербурга они говорят ну если ты приедешь ты его не узнаешь он изменился в лучшую сторону по внешнему виду а вот в отношении того как я воспоминание то что там очень был бы был доброжелательным население сейчас быть в питере такого уже тоже нет никогда не забуду когда я иду по по выхожу из гостиницы она тогда называлась ленинград теперь она называется санкт-петербург прям напротив через через него напротив авроры из идет женщина ну я тогда молодой был она такая уже возрасте и говорит мужчина угостите даму сигареты это классика все-таки согласитесь культурная столица одесса тоже не хуже со своими приколами но одесса это отдельная песня тоже и говор совершенно свой там колорит да прям просто бомба-бомба одессит и мне в жизни повезло как раз вот было был в командировке в санкт-петербург в ленинграде и меня устроили в двухместный номер и самое интересное очень интересная личность был второй человек с кем я жил мы с ним познакомились он мне далось подарить не дал подарил книгу свою анатолий сагалаев кто это а я вы сейчас вспомните это руководитель проекта батискафов мир точно вот вот с ним я был жил в одном номере мы разговаривали говорил рассказывал вам не как что вы потом только уже позже мы конечно с ним связь потеряли после этой командировки но был момент такой что он заходит говорит у меня два билета назывался залпит петровский на крыше гостиницы ленинград он там горит творческой встречи пойдем я тебя приглашаю пойдем ну я-то пацан по сравнению с ним он возрастной мужа он гораздо старше нас ну пойдем пойдем спасибо говорю что денег надо мне не надо все хорошо все хорошо ну и какой там командировочный приехал 260 у меня суточный заходим вот сюда и там выступал а этот скажу что еще сын у меня не родился это значит до восемьдесят шестого года где-то 85 жванецкий михаил у него был творческий вечер вот я жванецкого слушал все времена на бобинах на тех же самые до тяжелого утрата я жванецкого практически наизусть всего он так усердно думал о колбасе что его начинали начали собираться к собаке или еще вот это вот это больше всего не нравится что такое бит постоянно без четверти 2 это манометр это манометр может быть в консерватории что-то не то я умница был мужик хотя последние годы когда уже вот он уже дежурный по стране его смотрел практически все выпуски да он молодец тяжелую утрату эти его соратники и жириновский не вовремя ушел то и если вспоминать то очень много если бы ангропов хотя бы еще и годиков так восемь-десять пробовал власти то и союз не развалился ну да если так по большому счету говорить то при первой причиной развала союза была горбачёв да за какие-то семи минутные преференции за какие-то выпуски минутные там поблажки он блин ой не хочу даже говорить об честно больно а откровенно говоря саш ну не знаю многие смотрят на меня и вот так вот упал виска пальцем крутит я говорю я я ностальгирую по тому времени серьезно и не мне говорят нет и не по тому времени раз ностальгируешь ты ностальгируешь потому что вот твои сверстницы были тогда молодыми и красивыми нет нет мы как очень хорошо жили на удивление кто бы чего не говорил человек был как это у него же говорю у хазанова было что вы чувствуете глядя говорит видя эту женщину стриптизе помните я чувствую уверенность завтрашним делали вот была уверенность ты знал что кто бы нет ты не был какого бы какое бы не было у тебя образование ты все равно работа без работы ты не останешься а сейчас все делается ребятки молодежь вот мне за них тоже обидно они заканчивают институты некоторые даже очень престижные институты я имею ввиду узбекистан заканчивают институты и потом идут куда они идут торговлю вот это я так скажу что советское высшее образование там без вот этих вот поездок на картошку и на отработку подшипных хозяйств практически ни одно высшее заведение не всегда есть да 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 было такое это люди даже если не находили вовремя свою свои профессии которые приобретали в институтах и в университетах могли в любое время поехать как картошку возле мусорных баков было такое было вы ездили вы ездили на что они приобретали там допустим какие-то рабочие специальности да так еще и братство это было и потом согласитесь уровень я понимаю что может быть не вниз и не все так по печально как я думаю но есть конечно высшее учебное заведение которые держат марку свою и держит свою свою планку на высоком уровне а сейчас многие выпускники институтов я общаюсь с ними и у меня складывается впечатление такое что мы заканчивая в наше поколение закончив школу мы выходили более подкованными и готовыми к жизни да мы все учились понемногу на техники молодежи еще мы смотреть читали журнал знания силы где в конце шкаф конце журнала всегда была рубрика рубрика терра фантазия где фантастические рассказы печатались вот он помните эти гибкие пластинки кругозор как же мы ждали мы их вылавливали как вот молодежь этого сейчас просто не поймет что это такое гибкие пластинки что журнальчик открывался ставился прямо на проигрыватель и тогда это был аккорд по аккорд помните кого проигрыватель потом стерео появились еще спасибо большое за за хорошее настроение замечательно поговорили хотелось бы закончить наш разговор сурой ля 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 махамадун расула ай каниский сын он спасибо 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 очень приятный разговор я с вашего разрешения этот ролик выложу добро ну вот такой вот ну классный разговор мне понравился саша влен человек из советского времени ну так